Физкультура и спорт помогают сохранять бодрость духа и отменное здоровье. Особенно это важно для людей, которые на протяжении всех своих лет, благодаря активному образу жизни, научились поддерживать на высоте свое здоровье. Именно для них, для людей старшего поколения, участвующих в работе клубов активного долголетия, учредили этот спортивный фестиваль. Этот фестиваль будет регулярным, надеюсь, потому что вовлечение, общение между собой на спортивных площадках – это достаточно важно для наших участников. И запрос такой действительно был, и на выездную администрацию одна из участниц этого проекта подошла с таким предложением. И мы проводим это сейчас первый раз, но думаю, что это станет регулярным. На спортивный фестиваль в универсальный спортивный комплекс Подмосковья приехали четыре команды – две из нашего муниципалитета и две из соседних – из Фрязина и Лосина-Петровского. Всего участников более 60. Самые старшие участницы мероприятия – 92 года. Мама – Андрея Савгиренко, героя Российской Федерации, щелковца, погибшего при исполнении служебного долга. Галина Васильевна Савгиренко пожелала участникам состязания всего самого наилучшего. В этот день ветераны из трех муниципалитетов участвовали в семи видах состязаний. Это стрельба из пневматической винтовки, дартс, удары бичом-поворотом, броски в кольцо, вис на перекладине на время, игра в шашки, а также еще и очень зрелищные поединки в возрожденной русской забаве под названием «Мешочки». Щелковские участники клуба активного долголетия и их гости восприняли приглашение на объединенный межмуниципальный спортивный фестиваль с большим энтузиазмом. Я считаю, что это очень важно, когда мы дружно собираемся ветераны. Ветеранам нельзя оставлять ни дома, ни во дворе, а надо, чтобы они общались все и делились своими знаниями. Настроение у нас приподнятое. Мы даже не ожидали, что здесь такая доброжелательная атмосфера, столько позитива. Мы первый раз, наши Ласинопедровские, участвуем в таких соревнованиях, и мы очень рады, что нас пригласили. На этих соревнованиях каждый победитель. Помимо дипломов и медалей, участники получили общий подарок. Их поздравили с началом Масленичной недели и накормили вкусными блинами. Замечательным финальным аккордом стало выступление ансамбля «Распелы». А мы Масленицу дожидали, красавицу весну летали, ой, ладу, ладу летали. Андрей Цахагович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.